Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера» и в нашей замечательной дачной беседке удивительная, уникальная и потрясающая гостья. Это певица, актриса, народная артистка России и художественный руководитель театра музыки и поэзии Елена Камбарова. Здравствуйте! Поскольку мы с вами в дачной беседке, скажите, пожалуйста, есть у вас своя вот такая дачная беседочка или какое-то дачное место, которое вы любите посещать в свободное от гастролей записи время? Мне, правда, это трудно назвать дачей, но это в Рязанской области, в Сасовском районе, у меня есть такая чудесная деревня, которая называется Липовка. И там у меня есть дом, куда я, в общем, каждый год приезжаю. И для меня это все, это вот отдельная частица моей жизни, которая существует в этой деревне, когда я просто на природе вот так могу сидеть. Вот вы уже популярны и известны, ваше имя уже очень много лет на афишах, я уже даже не говорю конкретно сколько, потому что это действительно произошло очень-очень давно, и все-таки за все это время вы производили впечатление человека достаточно замкнутого. Это черта характера, уединение от общества, отделение как-то себя, или это вот сценический имидж такой? Я думаю, что тут и то, и другое. С одной стороны, я не очень люблю так много о себе говорить, но это не значит, что я не люблю общаться с людьми. Я очень люблю общаться с людьми, но только стараюсь общаться с людьми, которые мне приятны. Мы не замкнутый человек, нет. Мы начали наш разговор вот с подмосковных тем, с дачных таких. А насколько вы часто бываете в Подмосковье? Вы живете в Москве, и в основном ваши концерты в Москве, или вы любите бывать больше по стране или в Подмосковье? Ну, в общем, в Подмосковье, конечно, бываю, и в Жуковском, и на Истру, вот, и часто ездила к своим друзьям. Коломна – это же тоже Подмосковье, правильно? Вот я в Коломну сейчас зачастила. Там у меня тоже, посещая один монастырь, и там очень интересно. Вот. А есть какое-то отличие, скажем, вот именно подмосковного зрителя, подмосковной аудитории, или вы такого, такой разницы для себя? Я вообще раз и навсегда решила, что для меня не существует разницы. Ни в том, в какой стране я выхожу на сцену. Я уж не говорю о том, что такое Москва и Подмосковье. В общем, это почти одно и то же. Вот. Просто есть мой зритель и не мой зритель. То есть есть люди, которые могут стать моими потенциальными друзьями, люди, которые одинаково со мной мыслят, чувствуют и понимают. И понимают, почему я выхожу на сцену с этим репертуаром, а не с другим. От понимания до принятия, в общем, один шаг. Вот. И вот такой зритель, если он для меня вот главный мой зритель, если вдруг он по какой-либо причине в зале не собирается, в той степени, в какой мне, допустим, хотелось бы, то я должна идеально представить себе, что он существует в этом зрительном зале. Иначе мне будет очень трудно петь те песни, которые я люблю. Я их слишком люблю. Актрисы Елены Камбаровой хотелось бы понять, как удается донести до любой аудитории, до совершенно разных возрастных категорий профессиональных. Ну, все-таки опять, вот именно, не до любой аудитории. Вот вы завтра, вот мой сольный концерт, любой из моих, у меня они разные, это и спектакли, и просто, и потом сегодня такие песни я пою, потому что они приходят и не уходят. Это не однодневки у меня такие, а любой какой-то мой концерт, вот представьте, вы наполните какой-нибудь огромный зал, ну, допустим, олимпийский, да, в Москве, наполните зрителями, которые пришли слушать, ну, допустим, «Земфиру», да, и вот выйду вместо нее, скажу, вот она заболела и вышла вот вам петь вот такая вот некая, да, и вот я выйду своими песнями. Я уверена, что меня зал не услышит, он просто не, он не расслышит, их надо еще раньше гораздо разбудить до меня, чтобы они меня расслышали. И не столько меня, сколько вот мир вот этих песен, которые я люблю. Это я к вопросу, что не любая аудитория. То есть, да, это же, но только им надо подготовиться ко встрече с этими песнями. Вот и все. Ну, я, конечно, имела в виду ту аудиторию, которая пришла слушать не «Земфиру», а Елену Камбару. Да. А можно мы сейчас немножечко вернемся в прошлое, ну, вот совсем-совсем, в самое начало. Как начиналась певица и актриса? Ну, кстати, это далеко было, давно было. Вот в это самое давно? Да. Как все начиналось? Ну, все начиналось с того, что, в принципе, я не думала, что я буду петь. Я собиралась стать драматической артисткой, а еще более точно трагической актрисой. Вот. И поступала, вернее, сама после школы я только не решилась на такой шаг, чтобы поступать. Мне казалось, что нужно к этому как-то еще особо подготовиться. Вот. Поэтому я в Киевский институт легкой промышленности поступила. А потом как бы все равно во мне заговорил вот этот внутренний голос. И я решила поступать в Московское Щукинское училище. Мне посоветовали. И, в общем, вот. И я чуть было туда не поступила. Но ведь вы тогда очень понравились Захаве Мансуровой. Вы понравились. Да. И что же произошло? Это произошло. И его величество случаев здесь точно вмешалось. Потому что я вот представила себе, как бы сложилась моя жизнь в театре на Таганке, в котором бы я оказалась. Потому что это был тот курс. И вот я бы с ними оказалась. Мне было бы там очень трудно. Я совершенно из другой, как бы человек другой кожи. Вот. И в результате мне сами же песни подарили потом довольно серьезную возможность быть, жить, пребывать на сцене именно как... Жить по актерским принципам. Потому что начали появляться песни, которые требовали от меня не только какой-то, в общем, вокальной еще какой-то подготовки, но и актерских каких-то вещей. Вот. И как бы жизнь еще не закончилась на сцене. И думаю, что... И чисто актерская работа мне еще предстоит. Тем более, что вот сейчас уже наконец появляется помещение в театре. То есть театра, которым я руковожу, в Москве. Вот. И там я, может быть, все-таки это все реализую. Как знаете, вот в Буратино шел в школу, попал в цирк. Так я точно вот шла-шла туда. В это время набирали первый набор такой эстрадный для циркового училища. Экспериментальный такой курс. И я туда попала. Вот. И думала, что через год уйду, естественно, опять. А это меня так затянуло. Это так, в общем, во многом было и романтично, и интересно. Вот. И уж у нас и преподавали даже те же педагогики, которые в Щукинском. И речь там и прочее. Вот. И уж потом даже и была эта возможность попасть. Просто потому что они меня видели. Но это вот затянуло. И таким образом я и закончила это училище. Но все-таки, потом и был ГИТИС. Но все-таки самая важная для меня школа, это получилась школа моих песен. Потому что они меня... Первая серия, что ли, вот моих песен. Это песни, которые просто научили меня не столько петь, сколько чувствовать и понимать, что если есть хорошее сочетание слов, что такое поэзия, это и есть, да, сочетание слов в том порядке, в каком и надо, чтобы они были. Вот. Когда это есть, это требует огромного уважения. И значит, это слово должно быть расслышано. И вот этому меня научили и песни Булата Акуджава первые, и Навелла Матвеевой, и то, что я вот участвовала в вечерах Микаэла Тервердиева, его баллады. А потом начали появляться песни, которые требовали от меня какой-то вокальной подготовки, которой у меня не было. И был довольно маленький диапазон, я растерялась. А тем более, что мне все вокруг говорили, что я ни в коем случае не занималась вокалом, что я всё разрушу, вот эту органику. Но они всё-таки были неправы. И постепенно сами песни ещё как-то, и в общем, уже появлялись и вокальные задачи. А потом начали появляться и такие сценографические задачи. То есть я, если я начинала с того, что я просто стояла около микрофона, боясь отойти на шаг, то сегодня для меня существует вся сцена со всем диапазоном того, что на ней может происходить. Насколько я знаю, начало сольной карьеры было достаточно сложным. И с первой же сольной программой и Ролан Быков, и вот Микаэль Тервердиев, о котором вы сейчас говорили, первую сольную вашу программу, насколько я помню, развернули. Наоборот. Это, знаете, вот как бывают слухи. То есть фамилии те же самые. Ролан Быков и Микаэль Тервердиев как раз были людьми, которые мне очень помогали на этом этапе. И Ролан как раз хотел сделать со мной слово «мюзикл» впервые от него услышала. Он хотел сделать мюзикл по поэме Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде». И вот в преддверии этого я как раз издавала эту программу. Она сначала была очень хорошо принята театральной общественностью, а потом позвали Министерство культуры и прочее, и прочее. И вот на ней не осталось, как это говорят, камня на камне. И, конечно, это очень осложнило всё. Ну, потому что была цензура. И, в общем-то, в самих-то песнях ничего такого ни антисоветского, ничего антинародного, ничего такого не было. Но это всё увидели, услышали. И, в общем, на всякий случай всё это запретили. Ну, а почему происходило так, что песни, те, которые пели вы, и, в общем-то, в исполнении других певцов, они были там чуть ли не советскими гимнами, а в вашем исполнении они говорили, что вот они звучат как антисоветские. Это почему? Дело в том, что в основе всего, что есть и человеческое общение, и выступление, лежит интонация. Вот моя интонация не устраивала. Ведь «здравствуйте» тоже можно сказать тысячу раз и по-разному. Можно так сказать, что человеку не захочется больше вас видеть никогда. И поэтому, ну, например, такая песня, она как раз входила в мою первую сольную программу. Я-то и думала, что она как бы защитит все остальные, что вот я пою то, что поют школьники, что звучит по радио, «Орленок, орленок», вот, но я пела ее про мальчика, которому не хочется умирать в 16 мальчишских лет. Я не могла ее петь весело, и как гимн, и как-то, в общем, не думая, про что я пою. Вот, и вот как раз они-то там тоже, что я хожу по трупам там и прочее. Вот. Так что все дело в интонации. Сейчас цензурных моментов не присутствует. Не присутствует. Но стена еще более... То есть стена, если говорить, допустим, о телевидении, о радио, стена между мной и моим зрителем, и моим потенциальным зрителем, еще более плотная. Это... Ей названия можно разные дать, но одно из таких, может быть, более для меня точных, это коммерческое отношение к тому, что происходит на сцене. Если так судить, то если вот так относиться, то действительно меня не должно быть, вообще ничего такого не должно быть. Уже уничтожен жанр художественного чтения, которым славилась именно Россия. Именно у нас это было на какой-то совершенно невероятной высоте. И такие художники потрясающие работали в этом жанре. И вот это время убило этот жанр. Практически убило. И мне очень хочется, чтобы в нашем театре, он камерный будет, как в заповеднике произрастал этот жанр. Знаете, как вот ловят какое-то животное. И быстро в заповедник. А то вообще приходится, чтобы в красной книге это было. Вы сейчас гораздо реже, чем, скажем, лет 10 назад появляетесь на телевидении. Это вот вследствие нашего разговора. Это связано именно с коммерцией, с коммерциализацией телевидения? Или это намерено? Ну, во-первых, я думаю, что многое для меня тайна. И я могу обо многом только догадываться. Но всё-таки многое для меня тайна. Я только на поверхности вот вижу, что появляется... Вот не было человека, и вдруг он сразу появляется со всем пакетом, так сказать, всего. Это же так просто не делается. Тем более, что рядом со мной есть очень талантливые певцы, которых вот так уже раскрутить ничего не стоит. Просто вот им не повезло. У них не появляется ни дядя Вася, ни дядя Петя. Никто вот их не... Я тоже не в состоянии сама. Ну вот увидел меня Алексей Симонов, сын Симонова Константина, да? И вот захотелось ему снять обо мне фильм. И он добился этого. И был снят этот фильм. Назывался «Монолог». И так он не увидел света. А сейчас уже это просто как хронику можно куда-нибудь дать. Потом тот же экран больше 10 лет тому назад тоже снял обо мне фильм. Тоже один он раз прошёл. Вот. И практически... То есть я не могу сказать, что совсем не было никакого. Это было какие-то и что... Ну, сейчас на канале «Культура» сняли целую серию передач. Но дело в том, что я болею не столько за себя, сколько в принципе за то, что масса людей обделена такого рода переживаниями, связанными с песней. Это особый вид зрительских эмоций. Он ничего общего не имеет со многим тем, что сегодня звучит. Это особая история. И она очень эмоциональна. И она очень интересно могла бы существовать на телевизионном экране. И, естественно, не только в моём исполнении, но вообще как жанр. Это могло бы очень интересную жизнь... Не то, что вот так вот я вышла и меня просто снимают из зала. Нет. Я имею в виду вот точная разработка песней. И не это клиповое сознание. Кстати, в монологе, вот в том ещё фильме, мы, можно сказать, просто были пионерами этого. Потому что там как раз было несколько вариантов, которые вот и являются таким клиповым началом. Но ведь не все судьбы фильмов с вами и у вас так печальны. Вы в качестве актрисы снимались во многих достаточно фильмах. И мой любимый детектив. Ну, дело в том, что всё-таки, если говорить о кино, за кадром я была ярче. Это точно. Вот. И сейчас даже вот вышли два диска по инициативе музыкального редактора. Студия Мосфильм, она подсказала. И, в общем, мы выпустили то, туда вошли. Довольно многое куда-то исчезло, ушло. Но всё-таки туда вошли какие-то основные мои работы. И Дульсине Итабовской, Роба любви, приключения электроника, там и многие другие небеса обетованные. Вот. Ну и сейчас вот я прямо записалась в нескольких фильмах. Так что это продолжается. Это вот такая закадровая жизнь существует. Что произошло за кадром? Опять же, за кадром, да, в фильме Иронии судьбы. У Пугачёва абсолютно ваши интонации. Ну, практически ваш голос. То есть, вашего голоса, такое впечатление, что вот это было написано для вас. Нет, там была немножко другая история. Дело в том, что Микоэл Теревердиев, действительно, вот я записала первая песня за кадром «Маленький принц». Была, в общем, Теревердиевской, да. И в следующем фильме «Король олень». Он тоже хотел, чтобы я записала несколько музыкальных, почти музыкальный фильм был, чтобы я записала эти песни. А потом, буквально за несколько дней, сказала, знаешь, я, пожалуй, просто дам Али послушать твои записи, чтобы она, похоже на тебя, спела. Надо сказать, что я, когда слушала, я просто поразилась умению Пугачёвой. мимикрировать, что ли, да. То есть, у неё была своя манера. Вот здесь она спела очень действительно похоже на меня в «Короле олени». Потом в этом фильме тоже, значит, вот теперь мы запишем в иронию смею. Но потом тоже в какой-то момент что-то ему захотел, чтобы спела Алла. и вот она спела тоже в этой манере, очевидно, какой-то, да. А кого-то можно назвать вашим крёстным отцом, который помог вам стать актрисой, певицей? Знаете, я сын полка, наверное, потому что мы как бы состоим из впечатлений, и это нас очень многому учит. И в детстве это впечатление от того, что я слушала по радио. Это песни в исполнении Гелены Великановой, Клавдии Шульженко. Я даже не догадывалась, что в это же самое время во Франции пели другого рода певцы. Это не значит, что я умоляю роль вот этих певиц, действительно прекрасная певица. Но просто, может быть, самое сильное впечатление было, когда я появилась в Москве, и была возможность прийти на концерт Жака Бреля, французского певца. И этот концерт просто всё перевернул, всю жизнь мою. Я поняла, абсолютно поняла, на что способна идеальная песня, как она может звучать, какой масштаб мыслей и всего она может поднимать, и что она в результате может быть сильнее театра, сильнее впечатления от какого-то огромного спектакля. Когда один человек выходит и имеет такой мощный темперамент, мощный заряд, и всё это и стихи, и то, как это поётся, и какая аранжировка, и как человек двигается всё вместе, это в каком-то таком идеальном варианте, это я всё увидела. Вот это впечатление самое сильное, ничто его не заслонило потом, хотя я очень многое потом видела. И с одной стороны как бы получилось, что моя песенная родина это русские песни, песни Акуджавы, Новелла Матвеевой, с другой стороны это вот французская песня, польская песня, тоже определённого направления. То есть я правильно поняла, корни сегодняшней Елены Камбуровой, русской певицы, находятся во французском шансоне? Да, да. Я его так полюбила, что у меня даже есть отдельная программа, состоящая только из французских песен. А как можно было бы на сегодняшний день обозначить ваш жанр, вот как-то кратко? Невозможно. Потому что называется это шансон, но просто я боюсь уже произносить это слово, потому что существует радиостанция шансон, по которой 90% того, что там идёт, не имеет ничего общего к этому жанру. Вот. С этим жанром, вернее. Поэтому можно и драматическая песня, и какая-то, ну, всяко-разная. И если учесть, что за последние там какие-то годы появилось ещё очень много характерных песен, песен из разных мюзиклов, у меня тоже просто целый отдельный спектакль, где я существую как характерная актриса. мне трудно это объяснить. Ну, в общем, вот, я просто не ставлю себе границ. То есть границы у меня, границы моей территории песенной не проходят только то, что несёт на себе печать грубости, ну, невежества, в общем, ну, понятно, графоманства. Ведь вот мы сегодня живём, в общем, в эпоху торжества графомана. Поэтому мне трудно так, ну, объяснить. Вот человеку, который не может отличить хорошего стиха от просто ничего, вот, трудно, потому что он на другом воспитан. На какого исполнителя, на концерт какого исполнителя вы бы сами с удовольствием пошли? Или вот были, ходили? Что вы сами слушаете? Висит Асиша Малега Погодина. Вот, пожалуйста, это человек, который выходит и понимает, про что он поёт, и поёт песни, которые мне приятны. Вот, и, в общем, таких очень много. Жаль, что, ну, то есть, немного, немного, но это ряд тех, кто рядом со мной находится, это Елена Фролова, это Ульяна Бударных, Александр Лущик, Ирина Евдокимова, и другие. Есть жанры, которые не абсолютно в спектре моего внимания, но я с удовольствием слушаю, потому что и «Голоса», это вот целая такая Богушевская, Желанная, Арефьева, вот эта, такая веточка. Градского всегда с интересом слушаю. вот. Насколько я знаю, с Градским у вас была связана совершенно замечательная история, и, наверное, она так, корни ее уходят еще вот в те моменты, когда вы начали работать над своим театром. Давайте вот к этому моменту все-таки обратимся, потому что очень хочется услышать, как все-таки, как образовался театр. Случай это, или это целенаправленная, тяжелая, долгая работа? Это, наверное, все-таки случай, потому что я понимала, что, находясь в мире этих песен, я все равно немножечко нахожусь и в театре, потому что они живут по законам драматического искусства больше, чем эстрадного. Ну вот, пришла перестройка и начал реорганизовываться вообще весь концертно-театральный процесс, вот, и наша маленькая группка оказалась при комитете по культуре и даже нас назвали театр песни. И мы себя так начали именовать. И к названиям, знаете, всегда вот назовешь, и оно к тебе начинает притекать. Вот. И начали появляться рядом певцы и актеры, которых мне хотелось поддержать. И они начали вместе с нами репетировать, совместные программы начали появляться. Потом появился конкурс имени Андрея Миронова. В начале несколько конкурсов я была в жюри и тоже видела там среди тех, кто приходит туда, я видела своих людей. Я их сразу отличаю. Вот. и как-то они тоже начали образовываться вокруг нас. И как бы начала образовываться некая атмосфера театра. Мне очень важно, чтобы на карте Москвы, а в общем и России, появился такой дом, где было бы тепло, уютно, вот, где не было бы грубости. В общем, чего, чтобы моего рода люди, вот, чтобы им было хорошо там. Где находится этот замечательный дом? Он находится напротив Новодевичьего монастыря в Москве. Большая Пироговская улица. И когда этот дом, бывший кинотеатр «Спорт». И когда этот дом, этот театр сможет уже принять своих первых зрителей? Ну, вот мы сейчас, вот я как раз после нашего с вами разговора еду в очередной раз смотреть, что у нас там. такое происходит. Вот. Одну часть мы уже осваиваем, вот, а на вторую нужно больше денег иметь. Вот. Мне очень хочется пожелать и вам, и себе, и вообще всем, кто живет на этой земле, очень маленькой земле. И поэтому Москва и Подмосковье для меня это абсолютно единая точечка на земле. Вот. Мне очень хочется нам всем пожелать, чтобы каждый из нас пытался делать все возможное, чтобы вокруг нас было легче и светлее. И чтобы от этого энергия земли приобретала много более положительных эмоций, чем это есть сегодня. на этом наша программа «Подмосковные вечера» подходит к концу. Сегодняшней нашей гостьей была Елена Антоновна Камбарова, народная артистка России, певица, актриса и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова